12 сентября во дворе Измаильской школы номер один состоялась линейка, посвященная закрытию малых олимпийских школьных игр, приуроченных Дню физкультуры и спорта Украины. Но самым главным героем торжества стал ветеран труда, учитель физкультуры Альберт Егоров, который 50 лет жизни отдал кропотливой и упорной работе в родной школе номер один. Педагогу присвоены почетное звание старший учитель и отличник образования. Теплые слова поздравлений и благодарности звучали в адрес Альберта Васильевича из уст бывшего председателя горспорткомитета Василия Сары, заместителя директора спортивно-оздоровительного центра Ирины Ковтун, методиста соцгорао Владлены Могильной, директора ОША номер один Дианы Дудченко, заместителя директора по учебной части Светланы Седовой и других коллег. Кроме этого, в качестве подарка ученики школы зачитали поздравительное стихотворение, показали художественные номера и спортивное выступление. Самым трогательным моментом мероприятия стало вручение Альберту Егорову короны и факела силы. Бурные овации и громкое спасибо учеников и педагогов школы звучали в адрес коронованного учителя. Огонь, как символ перевоплощения, Альберт Васильевич передал своему ученику, на которого возлагают большие надежды. В честь завершения линейки и проводов Альберта Васильевича на пенсию ученики школы пустили в небо разноцветные воздушные шары, а затем подарили ему огромные букеты цветов в слезах, обнимая и целуя любимого учителя. Но самое главное, что родная школа прощаться с педагогом не собирается. И 2 ноября, в день его рождения, состоятся традиционные футбольные игры на приз Альберта Егорова. Лилия Останкова, Веб-студия Курьер.